Зачастую, когда смотрят наши ролики, начинают писать, что у нас какие-то неадекватные штуки идут в жизни. То есть мы говорим какую-то чушь, несем какую-то чушь, по психике предлагаем то, что мы попридумывали и выдумали сами, что в науке все это дело неизвестно, и какая-то терминология у нас придумана и так далее. Обвинений очень много. На самом деле, господа, давайте посмотрим, кто из нас адекватен, а кто и неадекватен. Та же самая наука, та же самая психотерапия и психология сегодня базируется на чем? На изысканиях Юнга и Фрейда, на психоанализе. И давайте посмотрим, скольким людям помог психоанализ. Вылечил ли он их, да? Нет, психоанализ не лечит. Психоанализ поддерживает равновесное состояние. И человек годами ходит к врачу, ходит к терапевту, ходит для того, чтобы просто нащупать внутренний баланс. Но из лечения даже от самых простых заболеваний, той же самой депрессии, по нашим меркам простых, не наступает. Но при этом психоанализ принят в медицине, принят в психотерапии, психологии. А то, что расшарили мы, выстроили структуры психики, навели порядок с тем, что называть душой, что называть высшим я, эго, ум, какие блоки программ, к чему относятся. Мы нашли структуру бутерброд, полностью расписали, как работает механизм веры, коллективное, интеллект тела, интеллект, память. Мы расписали, как фокусируется и работает программа «Время-пространство», как разворачивается лента событий. Как работает наш внутренний диапроектор, который разворачивает картину под названием «Жизнь». У нас нет путаницы между высшим я и душой, кто из них старше, кто из них главнее. Да, мы видим, как в инкарнационном цикле, что зачем распадается, что сохраняется, а что переходит на следующую жизнь. Понимаете, это глубиннейшая из работ по психике человека. Причем это начальный уровень. У нас он полностью сейчас отстроен за буквально, сколько мы, 8 месяцев работали. Мы эту работу уже сделали, систематизировали и начали этому обучать наших специалистов, чтобы они могли работать с людьми. У нас офигенные результаты, потому что это все мы делали в процессе экспериментальном, работая с такими заболеваниями, как аутизм, ДЦП, как эпилепсия. Теми заболеваниями, которые опять-таки медициной не лечатся. И мы не лечили. Мы работали со структурами психики, и мы работали с участниками кармических историй. Мы зашли значительно шире, поэтому у нас такая результативность. Более того, мы пошли еще дальше. Оказалось, что вот наш матричный уровень до души и душа – это не все. Есть божественный уровень, и он тоже сложный, он тоже техничный. И мы вышли туда. Но это уже вообще за гранью понимания, осознавания людей. Так вот, господа, ни Юнг, ни Фрейд этого не сделали. И поэтому основа чисто на их предположениях результата нет. А для того, чтобы был результат, нельзя подойти к компьютеру и попросить. Компьютер, компьютер, дай поесть. Чукча кушать хочет. Компьютер от этого поесть не даст. Но если вы умеете пользоваться компьютером, вы откроете интернет, закажете еду, и мгновенно еда показывается в вашем доме. Ее просто привозят. Вот точно так же и с психикой. Надо знать ее устройство. Надо знать, как пользоваться. Куда позвонить, чтобы это случилось. И поэтому, когда говорят о нашей неадекватности, у меня всегда вопрос, а кто адекватен? Адекватен тот, кто заведомо собирает на лечение ребенка деньги, зная, что при этом ребенок не поправится. У нас такие ситуации были. У нас были обращения, когда говорили, нам не нужен ваш инфодайвинг, дайте нам денег, и мы поедем, сделаем операцию. Мы говорим, ну вот смотрите, эта операция не поможет. Ваш ребенок умрет. И люди все равно ехали и собирали деньги. И мы дальше не интересовались судьбой, потому что мы ее знаем. И пускай тот, кто так поступал, живет с этим. А ведь можно, можно действительно распутывать узлы, углубляться в структуры психики, осознавать, видеть, понимать, зачем случилась эта история, зачем человек заболел. Этот мир логичен, в нем правит здравомыслие. И когда оно правит, вот это вот здравомыслие, человек может осознать любое заболевание, с какой целью оно ему дано, с какой целью оно пришло. Понять, выстроить, исправить и отладить свое тело. Но для этого должен быть внутренний ресурс, должен быть этот ресурс для того, чтобы человек сам работал, сам менялся, сам справлялся. А где тогда мы? А мы всего лишь дорожные указатели, которые показывают информацию, куда идти для того, чтобы это исцеление случилось.